Путешественник и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, пилот-воздухоплаватель и единственный человек, покоривший Северный полюс на воздушном шаре Валентин Ефремов, прибыл в Якутск. Главная цель экспедиции – отдать дань памяти первопроходцам в Сибири. С путешественником встретился Олег Колесов. Из Великого Устьюга, Рудина Семёна Нежнёва, Валентин Ефремов стартовал 8 марта. Дорога до Якутска на автомашине «Газель Некс» у путешественника с его компаньоном заняла около полутора месяца. Маршрут пролегал из Нижнего Новгорода, после этого мы доехали до Уфы, проехали Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, задержались в Иркутске. После этого двинулись уже через Бурятию, ну, собственно, и прибыли уже в Якутск. Причем, надо сказать, что вот этот отрезок был очень долгий, потому что здесь были самые сложные дороги Большого Невера, фактически до Якутска мы ехали довольно долго. Теперь большая часть экспедиции пройдет через Эмикон и будет посвящена изучению культуры, истории народов Севера. Финальной точкой станет мыс Нижнёва. Люди, которые не помнят своего прошлого, она исчезает, это нас или не помнящие, которые своего, где они рождены, кто их предки. Поэтому эта экспедиция не только просто какая-то так, ну, сходить, там, достичь этого, а быть, что она преднаучно-познавательская, скажем, можем даже ставить историческо-научно-познавательская экспедиция. К дальним поездкам, несмотря на опыт, путешественник готовится тщательно. Ну, самые необходимые в путешествиях вещи для меня, например, что? Увеличительное стекло. Оно заменяет, если провалился в воду или что-то, всегда можно увеличительным стеклом при солнце разжать костер или себе сделать тепло. Вот запас пищи, газовый баллон, который вот этот вот мы берем. Во время экспедиции своими уникальными знаниями и увиденным во время многочисленных поездок, в том числе о покорении Северного полюса на воздушном шаре, Валентин Эфремов делится со студентами. Главная миссия путешественника – это доставить на мыс Дежнева память о первооткрывателях. Вот эти колокол и якорь, каждый из которых весит по 100 килограмм. Завершить свое путешествие Валентин Эфремов планирует примерно в феврале. Олег Колесов, Георгий Григорьев, Анвакасаха, Якутск.